Вопреки мнениям скептиков, ремонт дворов не завершился с победой Единой России на выборах. Благоустройство придомовых территорий идет полным ходом. В среду работу подрядчиков лично проверили первые лица города и области. На самом деле, некоторые дворы, в том числе в которых мы были, они не ремонтировались со времен постройки этих домов. Понятно, что двор это не трасса, здесь не ходят большегрузные грузовики, они не так быстро разбиваются, но в любом случае уже такой длительной эксплуатации, она, конечно, все равно приводит к износу. Результатом проделанной работы губернатор остался доволен. Во дворах нет и следа вчерашнего ливня, а значит, все сделано правильно. Нарекания есть, но адресовать их можно только к самим жильцам домов. Мы приводим в порядок дворовые территории, а гаражи остаются ржавые в совершенно непотребном виде. Я сейчас обратился к администрации, вы знаете, что мы на сегодняшний день контрольно-штрафные функции по благоустройству передали на муниципальный уровень. Я прошу начать активно и жестко штрафовать тех владельцев этих гаражей, которые не приводят их в вид соответствующий нашему городу, который все красивее и красивее с каждым годом становится. Штраф там достаточно большой, до 3000 рублей. И в принципе, если этот процесс не выполняется, предписание по покраске гаражей, приведение территории в нормативное состояние, соответственно, будет вторая инспекция. И то есть можно количество штрафов увеличить до того момента, когда гражданин наконец-то выполнит возложенные его законом обязанностей. Всего в этом году на благоустройство дворов выделено 100 миллионов рублей. Сумма, прямо скажем, немаленькая. На эти средства будут отремонтированы 235 дворов. Разумеется, это лишь малая часть придомовых территорий, требующих ремонта. Поэтому программа будет продолжена и в 2013, и в 2014 году.